Так, ну а мы продолжаем наши выпуски о уже западной Черкесии, о немирных и немирных дыгах Западного Кавказа. Да, и в этот раз поговорим конкретно об одной группе, скажем, у нас эта тема будет по материалам о последних немирных черкесах Западного Кавказа. Да, вот Виталий правильно сказал, последние немирные черкесы Западного Кавказа. Хорошо звучит, да, согласен. Итак, о них. Ну, как все знают, к 1864 году большинство приморских адыгов, ну, быхи, джигеты, шапсуги, натухайцы. Кстати, джигеты же, ну, относятся? Да, этот спор бесконечный. Или он вечен, да. Ну, хорошо, да, кто туда и кто туда записывают. Значит, вот эта вся большая масса этническая из этих племен, она к 1864 году или выселилась на Кубанскую равнину, ну, или покинула Кавказ, уплыв в Турцию. То есть, можно сказать, что побережье, ну, практически, прям, ну, прямо безлюдено. Ну, да, фактически в то время можно говорить так. Ну, вот, интересно, всегда возникает вопрос по поводу вот этой даты, этого события, почему нельзя было как-то по-другому решить вопрос, почему не было предложено варианта именно остаться на побережье им, а либо ультиматум уйти на Кубанские равнины плавни, либо уйти в Османскую империю. Ну, да, то есть, вариантов было предложено два, это или выселение на Кубанскую равнину, для них получается это на другую сторону хребта, вот, или же, собственно, Турция. Оказалось бы, ну, есть же и промежуточный вариант, ну, замирились, остались на тех местах, где, собственно, и жили. Ну, к сожалению, такого варианта история не дала, и действительно хороший вопрос, тоже были мысли на эту тему, потому что аналогии ведь можно провести с Дагестаном и Чечнёй. Ну, что, дагестанские горцы или чеченцы меньше воевали, или не такого уровня было сопротивление, но они же остались, то есть, по сути, на тех землях, большинство там потомков, тех нынешних, там, дагестанцы, чеченцы живут, где шли эти все боедействия, они там замирились, принесли там покорность, присягу, и остались проживать на своих местах. Ну, единственное, что там произошло, то есть, через их земли проложили дороги, в стратегических местах построили крепости, ну, в том же самом последнем оплоте Шамиля-Гунибе, там, собственно, крепость потом была русская с гарнизоном, долгие годы находилась, ну, и как бы все на этом практически, да. То есть, в конечном итоге, дагестанские, чеченские племена остались на месте. Тем более, что, опять же, развивать эту мысль, если русское командование, ну, как минимум, с 1857 года, когда уже начался завершающий этап Кавказской войны, и до 1861-го, вообще, как бы, уход в Турцию не рассматривало для адыгов, как основной способ решения вот этой проблемы, да, черкесской. То есть, тогда это даже как-то особо и в расчет не бралось на тот момент. Потом, да, потом ситуация изменилась, и почему же все-таки этого промежуточного варианта составления на месте не было, ну, можно сказать, что об этом писал в свое время один из историков Кавказской войны, генерал-майор Ростислав Фадеев, которому, собственно, и принадлежит, ну, считается, что это он автор термина «Кавказская война». Он на эту тему писал так. «В России опасались, что земли адыгов станут плацдармом для будущей войны. Поэтому с горцами Западного Кавказа решили поступить намного жестче, чем с лесгинами и чеченцами, ну, лесгинами и регистанцами. В покорность черкесов давно никто не верил. Восстание на Западном Кавказе было бы так же опасно, как пожар на паховом складе». Ну, тут как бы риторика такая достаточно радикальная. Если мы этот радикализм уберем и услышим вот этот посыл, что поступили более жестко, что именно горцы Западного Кавказа и что-то там вот все-таки с морем должно быть связано. Да, наверное, все было вот как. То есть здесь виноватым оказалось само, вот единственное как раз, само Черное море в первую очередь. И тогдашняя внешняя политика России, точнее ее внешнеполитическое положение после Крымской войны. Поясним. Итак, 1856 год. В Париже заключается мирный договор, ну, Парижский мир, по итогам Крымской войны, по которому Россия, ну, как сторона, потерпевшая поражение, лишилась своего военного флота и крепостей на Черном море. И такая ситуация продолжалась вплоть до 1871 года. То есть России на Черном море осталось только несколько корветов, ну, это что-то типа современного стражевого корабля, то есть это не флот, это так, чисто охрана побережья может быть в лучшем случае. То есть получается побережье, ну, Черноморское побережье Кавказа защищать нечем. И вот в таком положении прикрывать этот участок побережья Черноморского Кавказа было, ну, физически она не могла, если что. А войну эту ждали, да. Наибольший пик противостояния вот в эти годы, ну, между Россией и Англией, в первую очередь, был в 1863 году, во время польского восстания, кстати. То есть еще одна головная боль российских властей. Ну, тогда за малым до войны не дошло, причем спасли положение как раз моряки, две крейсерские эскадры русского флота, которые пришли, как тогда говорили, в североамериканские Соединенные Штаты на Атлантическое Тихоокеанское побережье. Значит, бросили свои якоря. С одной стороны, там, моральная поддержка, значит, американцам, которые тогда шла гражданская война, то есть, как бы, северян поддерживали. С другой стороны, намекнули, что если начнется война Англии против России, то вся ее торговля будет парализована русскими крейсерами в открытом океане. Естественно, англичане быстренько сделали выводы, и до войны не дошло. Но на Черном море в России флота не было. Вот в этом вся и проблема. То есть, власти прекрасно понимали, что как только вот на этом беззащитном побережье, где нет русского флота, высадятся англичане, ну, и там с турками теми же самыми вместе, то замеренные горцы все-таки восстанут. И, кстати, если мы говорили о Чечне и Дагестане, вот у них случилось так же. Когда в 1877 году началась очередная русско-турецкая война, в Чечне и Дагестане восстали. И достаточно много войск было отправлено на подавление вот этого восстания. Там были, ну, серьезные боевые действия. В то время как на Закавказском фронте, ну, русская армия сражалась с турецкой армией. То есть, вот, в принципе, сценарий почти такой же и случился. Отсюда делаем вывод, что вот на прибрежных землях горцев оставить, ну, получается, было нельзя. То есть, вот им и дали такой жесткий ультиматум или на равнины кубанские, или в Турцию. Причем здесь даже, ну, можно сказать, слишком сильно перестраховались. Почему? Мы говорили о достаточно мирных натухайцах. Ну, ладно там этот анапский полуэскадрон, но вообще, как бы, ну, как по крайней мере, значительная часть натухайцев, вот жившая вокруг Анапы, они, ну, более-менее нормальные мирные отношения. Уже у них были к концу Кавказской войны с русским командованием. Приставство, по сути. Да. И тут, кстати, обсуждался долго вопрос, а может быть их все-таки оставить? Ну, все-таки как-то, ну, есть возможность, там, то, сё, там. Может быть, там, ну, немножко какую-нибудь одну из казачьих страниц придется подвинуть. Ну, так, вроде есть места для натухайцев мирных. Ну, один, там, российский офицер, ну, подал такую записку, как бы, предложение, ну, ему жестко ответили сверху, что никаких разговоров на эту тему больше не ведите, значит, объявите или равнины кубанские, или Турция. Все. Ну, и кончилось это тем, как мы сказали, что единственный, кто остался из натухайцев, это вот тот самый Суворово-Черкесский поселок. То есть, вот так вот. Ну, кстати, и раз мы упомянули, вот, куда надо было там переселяться, то есть, или с побережья уходить через хребет на равнину кубанскую, или Турция, вот, можно упомянуть фразу насчет неудобных и гнилых земель, на которых сгоняли черкесов русские. Ну, это достаточно спорно. Можно сказать, что это, ну, не совсем правда. Почему? Ну, представьте, вот, если мы оказались бы в ту эпоху, достаточно было бы спросить тогдашних, там, темиргоевцев, бесслинеевцев, там, бжедугов или других представителей племен, что, а вот где вы жили до Кавказской войны? На каких землях? До начала вот этого противостояния, да? Ответ был бы такой. Да, на этих же землях, вот, где стоят сейчас наши нынешние аулы, после скитаний по горам, мы вернулись сюда обратно, то есть, наши дома на прежнем месте стоят. То есть, вот так для них эта эпопея Кавказского не закончилась. То есть, равнинные адыги, после вот этого момента в различных, в ходе войны, так или иначе, все их аулы остались стоять там, где они стояли до этого. Причем земли, земель им отмежевали, ну, большое количество, даже такое, что вот, когда потом уже прошли годы, они чисто физически не могли обрабатывать всю эту землю, ну, которую им отвели. Поэтому, ну, часто сдавали в аренду русским переселенцам, мужикам, которые даже вот свои хутора основывали на юртах этих черкесских аулов. Ну, это сейчас территория республики Адыгея, где часто вот аул, там, какой-нибудь хутор или поселок русский, который, ну, когда-то был хутором на черкесских землях. То есть, земли было нормально. А что касается болот, там, малярийных болот или вот каких-то там вот таких неблагоустроенных мест, откуда это идет? Ну, можно предположить, что, скорее всего, речь идет на тему бжедугов, которые жили на берегу Кубани, вот возле этих болотистых устьев рек, которые впадали в Кубань напротив Екатеринодара. Вот. Но, правда, вопрос. На эти вот, ну, может быть, в чем-то не совсем удобные земли бжедугов из долины Псикупса, то есть, из района современного горячего ключа, вытеснили Абадзихи еще в 17 веке. То есть, ну, Россия тут была ни при чем. Поэтому, кстати, сразу можно сделать вывод. А, наверное, это была одна из причин, почему бжедуги предпочитали мирные отношения с русскими, да? А иногда со своими горными единоплеменниками они конфликтовали. То есть, получается, вот в этом вопросе какая-то такая легкая, казалось бы, невинная недосказанность. Но, тем не менее, это в чем-то искажение действительности. Ну, иногда этим национальная историография грешит. То есть, что сказали, то сказали. Я единственный момент маленький уточню. Болотистые земли, они были и на побережье, в какой-то мере. Об этом неоднократно вы сказали. Да, да вообще мы теперь много чего этого не знаем, не видим. На этих местах, благодаря уже, может быть, как раз и советской антималерийной кампании, плюс эта мелиорация, сушение. Более того, даже Белореченство на речке Белой стоит. Его ранние годы, так описывается, там были тоже болотистые места. Она везде была. Ту же самую АНАПу можно вспомнить, которая до сих пор окружена какими-то полуболотами, полуплавнями. Тогда их было гораздо больше. Ну, ладно, мы немножко отвлеклись. Итак, вернемся в 1864 год. После этого, еще минимум несколько лет, русское командование регулярно направляло в горы отдельные команды из солдат, казаков для поисков отдельных групп черкес, которые никуда не ушли. Вот как бы, как это, подпольно, незаконно выбрали этот третий вариант. То есть и не выселились на равнины, и не ушли в Турцию. Продолжали скрываться в горах. Периодически, конечно, ну, естественно, тут уж, как говорится, будем констатировать факт, как есть. Это люди были озлобленные, в то же время крайне обнищавшие, потому что они не могли вести нормально хозяйство. Они спускались с гор в долины, к морю, ну, производили там различные нападения на поселения, стражевые посты русских. И причем, в основном, здесь их целью была чисто еда и одежда. Кстати, особенно одежда. Вот, кстати, один из таких случаев, который был описан в газете Кубанские областные ведомости за 1866 год, номер 25. Он случился возле поселка Адыгако. Ну, это маленький был поселок, всего в 15 дворов, который стоял недалеко от недавно, ну, как бы, основанной станицы Тхамахинской. Кстати, Тхамаха – это такое место, там же недалеко от всякой священной рощи. Там вот такая вот особая сакральная территория для Адыгов. И вот как раз Тхамахинская станица, вот в ее название это и попало. Ну, так вот, что было написано. В один из дней, ну, как всегда, в утром, в девятом часу утра, по порядку заведенному, дети разбрелись по окрестным полянам за лошадьми и скотиной. Ну, то есть, пастушки вот эти там выпасать начали. Три мальчика отправились вместе. Но потом один, только один из них по имени Максим Ашихин в седьмом часу вечера возвратился обратно, страшно израненный, порубленный, абсолютно голый, залитый кровью. Он успел сказать только слово «татары» и упал, ну, в руки людей. И, кстати, почему «татары»? Ну, да, часто вот эти новые поселенные русские люди, они вот называли адыгов «татары». Даже американцы сегодня, которых навозили в экскурсию, они все-таки в итоге взяли и написали, что они были у «татары». Ох ты как, ну, ладно. Итак, и вот потом мальчик очнулся, начали его расспрашивать, и он рассказал, что когда они пошли к лошадям, то есть их внезапно окружили пять горцев. Причем он отметил, одеты в какие-то лохмотьи. Вот. А один из них там не имел даже рубахи. Ну, то есть там наполовину голое тело. Что, правда, касается вооружения, он сказал, у них вооружение было полное практически, да. То есть вот этот момент, что вот адыги несколько лет в горах там скрываются, уже там обносились, оборвались, там вся их одежда истлела, сопрела, ну, как-то там оружие еще есть, да. То есть детей, ну, как бы застигли врасплох, схватили, тут же раздели, доголад. Вопрос для чего? Ну, вот как раз материя. Материя, одежда им в первую очередь интересовала. Ну, и повели их там куда-то в ущелье. Ну, дети какое-то время шли, а потом, ну, решили как-то подгадать момент и сбежать. Ну, дети, конечно, там бросились, побежали там, спиратят Максим Акшихин, потом за ним остальные, но давайте так рассуждать, ну, ребенок бежит, а взрослый-то человек его всегда догнать, настигнуть может. Поэтому вскоре, значит, горцы выхватили шашки, догнали детей, порубили их со злости. Вот, ну, и бросили. Потому что, ну, что они хотели, они забрали. Вот, потом, через время Максим очнулся, увидел, что его два друга, товарища мальчика убиты, вот, и вот совершенно голый, в крови, в ранах, он побежал в поселок и добрался до него. Ну, можно сказать, что горцев искали, ну, не нашли. То есть, ну, Максим этот выжил, вот, но, тем не менее, вот такой факт. И что касается побережья, вот как раз в районе того же самого современного Сочи, вот такие беглые оставшиеся горцы, немирные, они совершали свои периодические нападения вплоть аж до 1874 года. То есть, война закончилась 10 лет назад, а они еще, вот, как бы, в горах держались. Ну, до тех пор, пока, вот, их не изловили. То есть, как говорили тогда, последних немирных черкесов. Кстати, кто это сделал? В том году некто Касьянов, беглый русский солдат, женившийся на Черкешенке, он еще вот в 1864 году был взят в плен. Ну, раз беглый солдат, наказали, прогнали сквозь строй, вот, но потом, как бы, все-таки, видимо, был прощен. Тем более, что он обязался изловить последнюю шайку горцев. Ну, правда, он на этом решил сделать свой бизнес. Он сказал, что, вот, по 25 рублей за каждого. Мне вы должны заплатить. Вот, ну, да, действительно, у него, видимо, был опыт, потому что, за что его простили после того, как сквозь строй прогнали? Его взяли лазутчиком, разведчиком на службу. Он отлично знал все местные горы, там, пещеры, трущобы, где могли скрываться горцы. Ну, и плюс язык знал, и мог с ним, как говорится, язык наладить. Как описывали его, это был широкоплечий, чернявый мужчина, типа атамана Ермака, с бегающими карими глазами и бритой головой. После окончания Кавказской войны он поселился в Сочи с любимой своей женой Черкешенкой и занимался только охотой. Ну, такой вот, суровый мужчина. И вот, во время переговоров Касьянова с черкесами, он их нашел быстренько, объявил им эту волю, что прощение, вас ждут, спускайтесь с гор, сдавайтесь. Они его выслушали, сказали, ладно, хорошо, мы сдадимся, только с тем условием, что вы донаете полную амнистию, забываете все. Вот, потом каждому по лошади. Вот, 150 рублей деньгами и необходимая одежда. Вот одежда как раз им была очень и очень нужна. Потому что свое они давно сносили и, ну, ходили, как вот описывали, прикрытые звериными шкурами. Ну, то есть костюм Робинзона Круза примерно. Вот. Короче, как только это все им обещали, ну, гарантировали, они тут же сошли с гор и, как это было написано, поручили себя в наши руки. Вот. После этого их поселили среди других мирных черкесов, живших в своем ауле у деревни Лесной. Ну, вот, на Псахахе. Да, ну, поселок Лесной, сейчас он так называется. Да, да, совершенно верно. Лесной Е, да. И, как рассказывал очевидец этих событий, то страшно было смотреть на этих людей. Они совершенно отвыкли от человеческой жизни и группой сидели на берегу. Это было пять мужчин, две женщины и двое детей. Дико озираясь вокруг себя, подобному дикому зверю, недоверчиво, из-под лобья поглядывая на всякого, кто к ним приближался. Дети их никогда не видели домашних животных и птиц. И поражались при виде их. А загорланивший, ну, загухарековший петух привел их в ужас и заставил обратиться в бегство. Какая-то там неведомая зверь, да? Это уже, да, катастрофа. Это уже прям действительно у людей далеко зашла вот эта вот степень, значит, одичание. Кстати, об этих событиях 1874 года писала и газета «Одесский вестник». Там это написано так. Год от года число шаек этих черкесов уменьшалось. Многие шайки из кочующих превращались в оседлые, а некоторые, весьма немногие, упорно держались в ущельях и переносили все лишения, находясь в разобщении со всеми своими братьями. Одну подобную шайку, говорят последнюю, недавно удалось путем убеждения и обещания все прощения обратить в мирную. 28 августа текущего года, ну, то есть, о чем речь, в Сочи были приведены из ущелья гор 4 черкеса, одна женщина с двумя детьми 9 и 1 года. Ну, тут различия, там, две женщины, тут одна, ну, ладно. То есть, двумя детьми 9 и 1 года. Того же числа они были отправлены на жительство в деревню Лесную, в 40 верстах от берега, где живет более 30 семейств мирных черкесов. Эти черкесы обрабатывают землю на склонах довольно высоких гор, где сьют кукурузу, гоми, занимаются пчеловодством, скотоводством и охотой. То есть, вот, как бы, получается, события, ну, верные, то есть, два источника, то есть, один и второй, ну, практически полностью совпадают и рассказывают об одном и том же. То есть, получается, в 74-м году эти немирных их поселили вместе с теми, кто уже мирный. А, ну, да, да, совершенно верно. То есть, как-то проскочило, что уже были на побережье аулы мирных адыгов. Хотя вопрос, ну, да, то есть, в 864-м году там же практически все было, ну, зачищено от населения, а тут уже через 10 лет, ну, да, 10 лет прошло, уже какие-то аулы, причем не один. То есть, что, собственно, произошло за эти 10 лет, видимо, об этом стоит подробно рассказать. Да, да, да. То есть, как опять, ну, вот, как это возродились черкесские аулы на побережье. Ну, тема обширная, ну, как-то в общих чертах. Ну, что-то интересное. И вот, в этом деле нам сильно поможет один документ, найденный нашим, как сказать, виртуальным коллегой Мариной Спасеновой. Здравствуйте, Марина. Привет вам большой. Очередная благодарность за предоставление интересных материалов, которые она нашла в государственном архиве Краснодарского края. Называется этот документ так. Предписание его императорского высочества, главнокомандующего Кавказской армии, генерал-майору Джемарджидзе от 25-27 мая 1870 года. То есть, 4 года опять немножко назад, да. Ну, документ обширный. И в его начале идет рассказ вот о чем. Что еще в конце 1864 года у командования русского появилась мысль о пользе приселения к устраиваемым казачьим станицам и ротным дворам линейных батальонов по несколько семей горцев, добровольно выходящих с гор. То есть, вот как это все началось. Для чего это было надо? Ну, во-первых, русское население, которое привыкло к там какой-нибудь степному хозяйству, к той стороне Кубани, которая находила за хребтом, оно в местных условиях природных, хозяйственных, ну, как-то вообще не особо себя комфортно чувствовало, да. В этой горной и сильно пересеченной местности. А имея вот эти семьи адыгские перед глазами, как пример, ну, рядом с ними живущие, они вот этот пример горского хозяйства будут усваивать, ну, и как-то все это им будет лучше и привычнее происходить. Вторым моментом можно назвать, наверное, как это было написано в документе, мера эта привлечет к нам бродячее горское население и послужит к успокоению края. Ну, как бы вот так и было. То есть, так оно и произошло. И, причем, долгое время, вот как написано было, с 1864 по 1869, 5 лет, да, в пределах Черноморского округа было поселено 109 семей бродячих горцев. Затем, в 1869-м, еще была поселена 41 семья хакучий, которые добровольно вышли с гор. Ну, как их расселили? Ну, в нескольких местах. Например, 40 семей поселили при штабе 1-го Кавказского линейного батальона в селе Божьеводы. Это у нас сейчас... Тхагадш. Улт-Хагадш. 8 семей поселили в селе Александровском при первой роте вот этого батальона. Это калеж. Это калеж. Вот, 59 семей в селе Лесном, где был штаб другого 2-го линейного батальона. Ну, как Виталий сказал, оно и... Ну, это село Лесное, из которого они чуть позже переселили, селили Большой Кичмай, Малый Кичмай. То есть, частично еще далее. Да. А еще их поселили при станицах Шапсугского берегового батальона. Например, в станице Береговой 5 семей, в станице Пшапской 4 семьи, в станице Вуланской 5, в Джубгской станице 8, в Дефановской станице 2 семьи, в Новомихайловской 8 семей, в Ольгинской 4, в Небугской станице 5, в Вельяминовской станице 2 семьи. Ну, сразу скажем, что эти населенные пункты в статусе станиц пробыли, ну, там, несколько лет. А потом, в силу того, что все-таки вот это вот освоение казачьего побережья не пошло, ну, кончилось тем, что это все стало селами, поселками, и казачье население там, или перешло в статус, там, поселян, как бы, простых, то есть, без казачьего сословия. Или вернулось, например, обратно на те места, на территорию Кубанского казачьего войска. Мы же не будем забывать, что со временем вообще побережье выделилось в отдельную Черноморскую губернию, то есть, к территории, вот, ну, как бы, войсковой не имело никакого отношения в итоге. Итогом стало и российское переселение из глубинки, и армяно-греческое, и эстонско-чешско-чешско-чуть позже. Ну, то есть, армянско-греческое, и масса пришла. Да, то есть, вот в основном, как появилось много греков-армян на Черноморском побережье Кавказа. Кстати, всего вот этих вот людей, ну, всего, значит, было 375 мужчин, 361 женщина, ну, то есть, 736 взрослых душ. То есть, вот такое количество. Ну, божьи воды, мы уже сказали, да. Кстати, село Лесное, это где-то под Адлером? Да, на реке Псахэ, это рядом с там Кудельсто, вот этот район. Короче, вот знакомые Виталию места. Кстати, вот эту цифру назвали, еще такой момент. К 1869 году было еще других 600 душ, ну, это хакучи, беглые шапсуги, или так называемые беглые мирные горцы из аулов горских округов Кубанской области. То есть, это кто сперва туда переселили, а потом они сбежали обратно в горы, да. То есть, вот еще 600 таких человек, ну, в документах они часто проходили, как абреки и бродячие горцы. Им тоже, ну, естественно, параллельно объявили прощение, они тоже вышли на плоскость. Только вот их как раз поселили в Псекупском и Лобинском округах Кубанской области. То есть, на ту сторону перевала, ну, их отправили. Ну, и вот так вот все произошло. И долгие годы, ну, как мы выяснили, лет 5, на побережье Черноморского округа было тихо. То есть, какие-то там грабежи, убийства, насилие, ну, практически таких случаев не знали. Но вот тут в 1869, и особенно в 1870, началась какая-то серия часто грабежей и убийств. Власти обеспокоились, вот началась переписка как раз вот этому генералу Джимарджидзе и дали задание выяснить, а, собственно, что происходит. Откуда вот этот всплеск насилия. То есть, ну, в этом заподозрили, конечно, вот этих еще сидящих в горах последних там разбойников абреков. Вот как мы выяснили, это же, ну, 1864, да, то есть, все-таки кто-то еще был в горах. Вот, ну, а что делать? И кое-кто из военных предложил, давайте их выселим на ту сторону гор полностью, горские округа Кубанской области, чтобы на побережье вообще никого не осталось. Кроме того, они как аргументировали, что вот скоро будет очередная война с Турцией. Вот, все равно вот что-то случится, все равно придется их выселять, только уже экстренными мерами, ну, как бы там будут какие-то проблемы. Поэтому давайте как-то возьмем и всех их выселим, ну, уже сейчас, раз вот такие какие-то проблемы уголовные начались. Ну, как это сделать? Ну, например, начальник Кубанской области предложил склонить их к добровольному переселению, ну, попытаться уговорить. А если не захотят, он так и говорил, то силы есть. Но попытка вот как раз уговаривать была, ну, она была неудачной. То есть добровольно переселилось лишь несколько семей, да и потом они вернулись обратно. Ну, а кто-то бежал в горы и стал немирным. И тогда власти поняли, что, ну, как-то они перегибают палку и уж о принудительном переселении всех вообще как бы решили вопрос не поднимать. Вот. Ну, а что делать дальше? Ну, например, начальник Кубанской области генерал-лейтенант Цакни, он вот тот самый, ну, нами упомянутый, как говорится, только что, как это, ну, кто сказал, или добровольно, или силой. Он продолжал настаивать на выселении, ну, говорил, ну, это просто надо побольше войск, вот, и все будет нормально. Вот. А начальник Черноморского округа, его коллега, генерал-майор Пеленко, утверждал, что нет, выселять никого не надо. Вот. Можно, если так уж кому-то там припекло, вышестоящее начальство, ну, поселите их тремя большими аулами для лучшего надзора, если они так живут рассеянно, там, по 2, 3, 5, 10 семей. Вот. Поселите их вместе, ну, и можете обязать их отвечать за все происшествия в окрестностях, если уж так это надо. Короче говоря, мнения разделились. Вот. И тогда, ну, начальник более высокий, главнокомандующий на Кавказе, вот, он и послал генерал-майора Джамарджидзе из Тифлиса на побережье, для того, чтобы этот вопрос подробно исследовать, дать ему докладную записку и чтобы решение какое-то принять. Через время, 29 июля 1870 года, генерал-майор Джамарджидзе этот рапорт представил главнокомандующему Кавказской армии. То есть, что он сделал? Он лично проехал по побережью, побывал во всех этих горских селениях. Ну, для начала, вот, при всех шести станицах Шапсукского берегового батальона, начал он со станицы Вуланской, это современная Архипаусиповка. Затем он поехал дальше и отсмотрел все три черкесских поселения при кавказских линейных батальонах, ну, типа тех же самых Божьих Вод, лесного. Вот, какие выводы, ну, Каспира статистику он собрал. Он выяснил, что при станицах Шапсукского берегового батальона жило 30 семей. Ну, это 89 мужчин и 79 женщин. Кроме станицы Джубской, где они жили за речкой отдельно, ну, то есть, вот, станица и там, через речку и хаульчик, везде черкесы жили прямо в станицах, на конце улиц, в крайних домах. Вид и обстановка домов были, ну, прежние горские, как он написал. Хотя, кое-где он увидел более комфортные дома, переходные к русским. Ну, часто это выражалось в том, что в доме появлялся очаг и печка русская, то есть, две трубы торчат. Ну, вот, хотя бы в этом. Такой домик в коллеже бы годах там есть. Ну, и сейчас мы картинку покажем, думаю, найдем. Итак, ну, о самой быте он писал так, что живут они сытно, зажиточно, продают хлеб русским поселенцам, многие имеют много колодок пчел, ну, пасеки, у некоторых доходит до двухсот штук, ну, то есть, огромные пасеки держат. Русские живут беднее их. И, как сказал этот генерал-инспектор у адыгах, это трудолюбивый и терпеливый народ, приносящий пользу местному краю. Ну, и привел интересный факт, что вот была зима 1869 года, ну, суровая была зима, у русских поселенцев хлеба было запасено мало, ну, начали голодать. И вот он пишет, что вот эти вот четыре черкесские семьи, вот в одной из станиц, они кормили 90 русских семей своим хлебом вот в ту суровую зиму. И он говорит, это все правда, потому что мне об этом как раз жители этой станицы, это была станица Вуланская, они рассказывали сами. То есть, говорят, что нас вот от голода выручали, спасали вот эти наши семьи рядом с нами живущих адыгов. Ну, местное начальство тоже докладывает Джимарджидзе, как оно вообще все это видит, воспринимает, ну, правда это неправда. То есть, тоже говорит, да, это так, все верно. И такая ситуация практически каждый год повторялась, что в зиму черкесы подкармливают русских поселенцев. И, говорят, только в последние годы, когда русские, ну, как-то уже освоились, как-то уже научились вот вести хозяйство в этой местности, ну, чуть-чуть получше стало, да. Вот, потом генерал поехал дальше и собрал всех, ну, как депутатов черкесов в станице Вильяминовской. То есть, вот этот весь Шапсукский береговой батальон, все шесть станиц, вот, собрал на сходку черкесов. Ну, и задал он вопрос. Ребят, ну, так и так, что вот есть вариант о переселении в вашем спобережье. Что вы скажете на эту тему? Ну, типа, вот, к единоплеменникам в Кубанскую область через перевалы. Все горцы берегового батальона говорили одно, ну, ему в ответ. Поселите нас где угодно. Хоть одним аулом для лучшего надзора за нами, но только оставьте нас здесь, на побережье. Ну, генерал-то услышал. Тем более дальше в своем рапорте, ну, в следующем абзаце уже и свое мнение высказывает, что горцев надо оставить здесь. Они очень полезны. Вот, тем более, что по отзывам местного начальства, они люди совершенно спокойные. Трудолюбивые. Хорошо исполняют все обязанности, которые дает им начальство. Например, идут на поиски немирных горцев в конвой какой-то или наручными, там, с эстафетой, с письмами скачут. То есть, вообще никаких претензий, никаких проблем с ними нет. То есть, местные начальники, офицеры двумя руками. Куда выселять? Вы что, не надо? Оставьте их. Они хорошие, они нам нужны. Ну, потом Джумарджидзе поехал дальше. Он посетил вот эти три аула, которые были поселены при первом и втором Кавказском линейном батальоне. Ну, не будем вдаваться подробностей. Тоже самые выводы он сделал. То есть, тоже опросил, тоже посмотрел, тоже самое в рапорте представил. Но, правда, вот один еще такой момент. Ведь его же отправляли не узнать, как хозяйственное их там, ну, а быть, и это второстепенно. То есть, задача у него была какая? Расследовать возможное участие местных черкесов вот в этих разбоях и убийствах, которые участились. Ну, это была как бы его секретная, как бы, ну, цель, да? Он как бы не особо ее афишировал. Вот, и он пишет. Значит, я вывел одно убеждение. Преселенные горцы в них участия не принимали. Нет доказанных фактов, что они помогали делать эти преступления бродячим горцам. Наоборот, они часто уговаривали своих бродячих и иноплеменников выходить на спокойную жизнь при станицах и ротах. Что потом и подтвердилось. После выхода этих бродячих хищников с гор. То есть, они сами говорили, да, нас уговорили вот эти мирные горцы. И они мне высказывали свое желание вывести с гор последние 5-6 семей своих родственников в бродях и поселить их вместе с ними. То есть, говорят, давайте, вот вы хотите эти разбои прекратить, мы знаем решение, помогите, точнее, ну, даже разрешите нам, мы их выведем с гор, поселим с собой. Да. Ну, а вообще, вот все-таки, ну, как отношения вот с этими беглыми горцами складываются, то есть, вот, как вот интересный факт, говорит, в горах есть наши единоплеменники, например, местные шапсуги. Мы их выведем, но там есть другая проблема. Чужие для нас беглые горцы из той части хребта, беглые горцы из округов Кубанской области. Вот эти ребята-беспредельщики, они нам враги. То есть, вот в этом еще проблема какая. То есть, пишет Джимарджице, вот на них они смотрят, как на своих естественных врагов, как на разбойников. Особенно после недавнего случая, когда беглый горец из Лабинского округа Шемзер-Хушт зарезал шапсукскую женщину, которая хотела выйти к приселенным. Ну, то есть, какая-то вот в горах женщина захотела, как бы, ну, все, прекратить эту свою жизнь, а другой, ну, горец ее убил за это. То есть, и как пишет Джимарджице, этот случай только усугубил взаимную ненависть приселенных горцев к беглецам с Кубани. То есть, вот так вот. Еще Джимарджице упомянул, что отлучаться далеко из аулов они не могут без письменного разрешения. То есть, как их подозревать, что они все под контролем. Вот. И что даже вот, когда были какие-то убийства, грабежи, ну, устраивало начальство внезапные проверки. То есть, там, являлась в ауле, говорила, так, все по списку, давайте посмотрим, кто есть, кого нет. То есть, все эти проверки не дали фактов отлучки, что кто-то там из горцев ушел, там, блукает по горам, нехорошими вещами занимается. То есть, и он дальше пишет свои записки, еще раз уточняет, что все местные начальники, то есть, офицеры вот этих линейных батальонов и так далее. Они однозначно говорят об оставлении приселенных горцев здесь, на южном склоне Кавказского хребта. Тем более, что сами черкесы высказывают полную нелюбовь горцам Кубанской области. Они не желают иметь с ними никаких сношений. Говорят при этом, что вот с теми горцами нам никогда не сойтись на той стороне перевала. Что они всегда к нам относились презрительно и не признавали за ними равноправности. И что вот они, вот эти приморские горцы, считают это для себя страшной обидой. То есть, вот так вот. Ну, интересно, получается, совсем, может, ничего общего не хотели иметь? Почему? Ну, да, то есть, ну, вроде как Адыди, то есть, приморские Адыди, на той стороне перевала тоже Адыди. Тем более, ну, естественно, сейчас, в 21 веке, это вообще воспринимается как-то странно. То есть, ну, как так? Так, ну, попытаемся ответить, скажем так, что с недавнего времени, немного вот все более-более погружаясь в эту тему, общаясь с людьми, я могу, наверное, все-таки сказать, что даже сейчас приморские Адыди и кубанские, это все-таки, ну, это две разницы. Вот, ну, тем более, ну, даже если там по религии их сравнивать, да, то есть, ну, вот какая ситуация. Наиболее исламизированная часть адыгов – это кабардинцы, наименее исламизированная – это адыги-побережья, которые, ну, еще не забыли многих своих древних языческих обрядов и тех, там, богослужений, которые они совершают периодически до сих пор. Кстати, вот на тему этого, ну, как бы, отчужденности и все-таки отдельности есть вот такой факт. Когда заканчивалась Кавказская война, значит, 864 год, 2 апреля, к войскам Даховского отряда, который, ну, двигался вот по этим, ну, скажем так, местам перевальным, прибыл великий князь Михаил Николаевич Романов, ну, родственник царский. Здесь состоялась его встреча со старшинами племен шапсугов, убыхов, джигетов и общества Ахчипсху. Это кто у нас? Ну, считаются абазины. Ну, значит, абазины и джигеты, которые тоже считаются, что, ну, вроде-то как. То адыги, то абхазы. Вот, так вот, во время встречи с братом императора, ну, то есть Михаил Николаевич Романов, собственно, был братом императора Александра Второго, главы этих племен и обществ от имени всего народа обратились вот с какой просьбой. Причем, говорит, это наша единственная просьба, дайте нам возможность переселиться в Турцию, как в страну ближе нам известную, нежели те земли, которые предназначены для водворения на Кубани. То есть, они как говорят, мы не знаем и не понимаем этих вот адыгов, которые живут на той стороне хребта на Кубанской равнине. Нам Турция ближе и понятнее, поэтому мы, то есть, получается, ну, не хотим иметь дело с ними, мы хотим в Турцию уплыть. Ну, власти, как говорится, можно сказать, с радостью на это согласились, учитывая воинственность убыхов. Дали им месячный срок, вообще, как говорится, не мешали, все. Причем убыхи организованы практически в полном составе. Снялись с мест, веселились, уплыли. При этом, кстати, поджигали все свои аулы. Ну, то есть, поставили только сады. Да, как-то так получилось, что вот, может быть, поэтому идет, ну, вот, была сказана фраза, что те черкесы нам чужие. Мы с ними, ну, языка не находим. Ну, это, видимо, тема для какого-то серьезного исследования, там, вот, о менталитете, о психологии, о культуре, о хозяйстве. О адыгском на Западном Кавказе и так далее. Да, ну, ладно, немножко о Джамарджитзе завершаем. Когда Джамарджитзе их опрашивал, отдельным пунктом, кстати, был задан вопрос, а не хотите ли вы уйти в Турцию? Вот, и он пишет, что ни один горец и слышать не хочет о выселении в Турцию. А еще Джамарджитзе отметил, что фанатизма, присущего мусульманам, между ними не замечено, и в деле религии они совершенно и дифферентны. Ну, то есть, это все, как бы, подтверждается с теми, ну, моментами, которые, собственно, ты, Виталий, видимо, сам видел во время своей, там, шапсугской экспедиции. Кстати, ну, вот все-таки насчет религии, точнее, спокойного отношения к этому вопросу. Ну, в завершении вот такой момент, что, да, когда закончилась Кавказская война, достаточно вот частые были факты, когда, например, девушки-черкешенки крестились, ну, венчались, то есть, выходили замуж за, там, казаков, жителей вот этих прибрежных русских поселков. Соответственно, вот об этом есть сведения в метрических книгах церквей, которые находились, ну, в районе современного Геленджика, то есть, они сейчас хранятся там в архивном отделе администрации города, курорта Геленджик. Вот там много записей, например, о венчании девушек-черкешенок, которые проживали в разных береговых станицах. Кстати, там же есть записи о рождении и крещении детей адыгов. Вот такой, как бы, ну, интересный такой источник, да. Ну, например, что написано, что вот Чеозос, присвоено имя Матрёна Черкешенко, сирота из станицы Пшатской, крещена 22 августа 1869 года, взята на воспитание в семью казака Кашилина Григория Яковлевича. То есть, маленькую девочку-черкешенку-сироту взяли на воспитание, крестили церкви и воспитывать стали. Кстати, у меня с Мариной Спасёновой вот о судьбе этих пленных черкесят целая статья выходила, ну, как-нибудь, видимо, мы об этом расскажем в другой раз. Ну, так вот, ещё сведения. Стефанова Мария вышла замуж за казака Емельянова Николая Романовича Черкешенко, принявшая православие, жила в станице Береговой, обвенчалась 3 сентября 1867 года, причём у неё были дети. Ну, записано. Дочь Ксения, сын Иван, сын Даниил. То есть, вот, ну, мама Черкешенко, папа казак. Вот, или Загудан Иван, сын вдовы Черкешенки из станицы Геленджикской, который родился 5 сентября 1867 года, мать его приняла православие. Или Хусатен Мария, дочь умерших мирных горцев из станицы Дорбиевской, 16 лет, которую крестили 12 октября 1867 года. Хусанджи Кузафис, девочка, 12 лет, присвоено имя София, магометанского вероисповедания, станицы Геленджикской, крестили её 23 ноября 1869 года. Кстати, вот этот последний момент, там же подписи какие-то определённые собирались, то есть, факт крещения был затверждён подписью начальника Геленджикской, Адрбиевской станицы Исаула Мажары. Соответственно, все документы, всё там чётко, всё фиксировалось. То есть, ну, скажем так, достаточно интересное дополнение к тому, насколько тема православия, ну, христианства воспринималась в среде прибрежных адыгов. То есть, вот такие факты. Ну, вообще, очень интересный получился тоже такой выпуск, дополнение. И такое хорошее дополнение к истории вообще шапсугской прибрежной зоны, вот этих современных наших приморских шапсугов. Как-то так шире удалось делать. Ну, и лично мне, что, как бы, вот в завершении мне сказать, мне самое приятное то, что вот эта история, которую распутывал генерал Джимарджицы, она, слава богу, закончилась, ну, хорошо. Все остались на своём месте, и поэтому такие замечательные люди, как приморские адыги, шапсуги, они есть среди нас. Ну, теперь вы узнаете такую уже более подробную хронологию событий. Этих событий. Спасибо, Константин. На этом мы заканчиваем нашу историю именно по черноморским адыгам мирным. И перейдём в следующем выпуске уже на кубанскую линию. Поговорим о Суворово-Черкесском. Ой, Суворово-Черкесском. Поговорим о гривенском Черкесском. Да, короче... О гривенских Черкесах. Да, гривенские казаки-Черкесы, да. Спасибо. Спасибо.